Уровень городского фестиваля конкурса «Весенний трелес» каждым годом растет, как растет и количество участников. В этом году конкурсантов 76. Среди них как отдельные исполнители эстрадной песни, так и ансамбли. Возраст конкурсантов тоже самый разный. Всего представлено 6 возрастных категорий, от совсем юных до 30 лет. В этом году организаторы внесли в конкурс новый элемент. Сегодня, допустим, у нас имеются две номинации. Новые голоса, где будут представлены именно новые участники. Ребята, которые не являются победителями каких-то городских, областных, лауреатами конкурсов. И представлены с двух часов вторая номинация, номинация «Все звезды», где будут представлены уже ребята с наградами. И также взрослые. Сегодня дали возможность показать свой талант и самым маленьким участницам возрастной категории до 6 лет. У пятилетней Ани Карпушиной, которая занимается вокальной студией ДК «Шахтер», это первый серьезный выход на сцену. Мои любимые песни «Лягушка и ежик». Я хочу первое место занять. Первому участнику, да еще выступающему на конкурсе, впервые особенно сложно, но Аня легко справилась с волнением. Именно любимые песни и исполнила «Маленькая звездочка». И как отметили сразу же после ее выступления члены жюри, куда вошли в том числе и представители областного центра народного творчества и досуга, весьма удачно для дебютантки. И слух, и голос, и умение держаться на сцене все на пять. Вот, 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 это то, что надо, вот, 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 папа, ты, ребята. Единогласно пятилетней артистке присвоили звание лауреаты. Тема замечательный конкурс. Позволяет повысить уровень мастерства у уже состоявшихся артистов и открыть новых. Зрителей в зале немного. Организаторы конкурса говорят, это не шоу, а серьезная работа. Очередная ступень для таланта на пути к успеху. Я с трех лет начала петь. У меня была книжка, и там были песенки, я их пела. Лучшие конкурсанты будут представлять наш город осенью на областном конкурсе дебют, который состоится в Белое. Субтитры создавал DimaTorzok